То, что я рассказал, это мой путь, основанный на ином количестве разных книг, но иное количество разных книг не для того, чтобы добавить чего-то, а для того, чтобы вы понимали, что это собранный концепт, который я использовал для себя и использую для себя. Сейчас я вам хочу показать работу с мировоззрением. Надеюсь, вы видео посмотрели Андрея Бумейстера, и он там задавал три основных вопросы. И эта практика в моей жизни была, она тоже была совместно с Андреем Олеговичем, но он поступил как более коварно, он сказал, напиши эссе про свое мировоззрение. Ну и отправил писать эссе про свое мировоззрение. Ну и что же может быть проще, описать, как я вижу мир. Ну мне так казалось. И я сел, ну и в общем и сидел. И не помню, сколько я сидел, но я какое-то время сидел. И потом, ну то есть я начал на что-то опираться, ну типа а с чего зайти, вот как зайти в свое мировоззрение, вот с чего? С бизнеса? Ну хорошо, я в бизнесе. Или с образования. Ну типа, окей, в образовании. А зачем я это учу? А как это между собой связано? Ну и в общем, он начал обрастать огромным количеством вопросов. Потом через энное количество встреч я узнал, что есть три философских вопроса. То есть как я вижу реальность, как я действую в реальности, как я познаю реальность. То есть это уже хоть какой-то фундамент, но все равно не до конца не отвечает на все вопросы. Ну и я хочу поделиться инструментом, как я видел мировоззрение, то есть как я с ним работаю и что оно для меня такое. Я когда с ним работал, я понимаю, что это больше не мировоззрение даже, а это типа, а что такое моя личность? Вот из чего она состоит? Но можно сказать и просто про мировоззрение. Я себе определил временную шкалу, вот это старт жизни, это наш вектор, где-то он когда-то закончится. Вот где-то мы находимся вот здесь. И получается, что моё мировоззрение или моя личность состоит из трёх параметров. Прошлое, сейчас или нынешнее и будущее. И отвечая на вопрос моего мировоззрения, когда я с этим работал, я себе сказал, что моё мировоззрение это то, что сейчас. То есть если мы говорим, что я имею такое-то мировоззрение, как-то его связываю, то есть оно находится в нынешнем времени и оно каким-то образом сформировалось. Оно сформировалось с прошлого. Прошлое — это наш нарратив, это наша история. Работая с нашей историей, мы работаем с нашей памятью. Ну и если углубляться в работу разных учёных, наша память — вещь достаточно нестабильная, ну и враньё — враньё. И фотографии где-то могут быть хоть как-то восстанавливать правдивость этого всего. И получается, что нашу память или как наше прошлое мы сами формируем в нашей памяти. И мы расставляем важные вехи нашего прошлого. И тут вопрос, расставляем ли мы вехи нашего прошлого. И работаем ли мы с этим сознательно. То есть понимаем ли мы, почему сейчас мы такие, как мы есть, и что повлияло на нас, таких, какие мы сейчас есть. Ну и, наверное, задавая этот вопрос себе честно, ну да, не знаю, сесть с дневником и начать отвечать, это будет интересный процесс самопознания. То есть я его себе прошёл каким образом? Что такое вехи? Да, ну это какие-то ключевые моменты, повороты и так далее. Я себе попытался это нарисовать, такое колесо временное. Оно у меня состояло, я не знаю, из 30-40 кругов. У меня каждый круг — это было какое-то событие в жизни, которое на меня повлияло. Я вот, наверное, их 15 нарисовал, мне кажется. То есть я просто брал и рисовал. И когда я начинал рисовать эти круги, типа какие события повлияли. Я точно понимаю, что у меня есть там три события, которые повлияли, вот они сразу всплывают в голове. А остальные — ну-у. Ну и когда я начал рисовать своё прошлое, то есть описывать это как-то в формате, не знаю, там автобиографии или истории своей личной, то есть я нашёл ряд закономерностей очень интересных. И мы работали тогда в группе из трёх человек, в нашем маленьком клубе. И удивительная вещь, что все нашли закономерности определённые, что или есть какие-то периоды, в которых люди живут, и они пересматривают свою жизнь, или есть какие-то действия, которые постоянно выполняются, и по сути, которые формируют тебя как человека. И вот первый вопрос, который стоит себе задать, типа, какое моё прошлое, из чего оно состоит? Это прошлое повлияло точно на моё мировоззрение, и оно сформировало нас. И потом вопрос, будем ли мы эффективно управлять вот этими кругами, двигаясь в будущее? Будем ли мы правильно формировать нашу память и расставлять в этой памяти правильные вехи, правильные акценты? Ну и если я вот здесь ещё, я правда этот путь ещё не прошёл, добрался до истории своего рода. То есть вопрос вот этих родовых корней, ну если правильно это разложить, то есть нам это, не знаю всем ли, но большинству их обрубили в Советском Союзе, и мы даже, мне кажется, когда я общаюсь, многие считают, боже, корни — это вообще неважная история. Но если посмотреть на сильные роды, ну то есть там есть определённые качества, определённые предки, на которых можно равняться, и можно оттуда забирать что-то. Или положительно, или можно даже отрицательно и не забирать, но видеть, что оно у тебя есть. И мы, когда вот эти акценты все расставляем, выдвигаясь в будущее, то есть правильно ли мы их расставляем и правильно ли мы формируем нашу память? Что мы будем помнить в результате? И какое событие важное, какое неважное? И частно вот эта оценка, она происходит неправильно, и мы неправильно формируем нашу память. Вопрос к каждому, типа, как сделать так, ну типа, чтобы эта память формировалась правильно, как один из инструментов. Ну тут, может, ещё стоит добавить, там, определённый годовой анализ, ну типа, как у меня прошёл год, и что в нём было важно. И там, не знаю, одно-два события в месяц записывать, что было важно, а потом это свести до 24 пунктов, и это записать, и потом формировать эту, ну, свою личную историю. Смотрите, то, что в памяти могут быть вещи, ну типа, неправдивые. То есть мы это можем сделать, я не знаю, если у вас такое место, где вы в детстве были, и вам казалось, ну не знаю, невероятно большим или огонь, да, классным. А сейчас поехать и посмотреть. Ну я там ездил в свой двор, когда мне было там 5-7 лет. И мне он казался таким большим, мы там лазили по каким-то ямам невероятным. Сейчас я приезжаю, типа, и за полминуты я прохожу весь этот двор, он для меня маленький и небольшой. Ну то есть и память, конечно, мне создала картину, то есть выходя из моих параметров. Но здесь память нас обманывает. Мы управляем, ну то есть, а мы сейчас говорим, что мы вот здесь находимся, и готовы ли мы управлять нашей памятью? Хоть как-то. То есть и даже управление памятью, это будет субъективная вещь. То есть мы, по сути, будем нашу память формировать под что-то, ну то есть под нас. И здесь не будет правильного ответа. То есть это как взаимодействие с реальностью. Кто-то выходит в магазин и счастлив, что он пошёл в магазин, кто-то выходит в магазин, и он несчастный. А процесс один и тот же. То есть и тот идёт в магазин, и тот идёт в магазин. Итак, ну то есть мы поговорили про наше прошлое и историю. То есть вопрос понять, что мы здесь сейчас находимся, почему мы стали такими, какие мы есть, поработать с нашей памятью, ну и понять, что наша память, она формирует в какой-то степени наше будущее. То есть как мы будем поступать в этом будущем, какие мы решения будем принимать и так далее. Теперь давайте посмотрим на сейчас и поговорим про мировоззрение. То есть те три вопроса, что такое реальность, как мы действуем, то есть наше действие и наше познание. И по сути мы вот выделяя вот этих три вопроса напрямую подходим к стаицизму. Да, и стаицизм делит реальность, даёт определение, как физика мира, действия, как мораль. Ну, познание, так и остаётся познание. Ну или эпистемология, если брать в философском понимании. В философском термине. И вот где-то мы будем работать вот с этими вещами в стаицизме и будем пытаться простраивать картину мира. И в книге «Как быть стойком» об этом и говорится. То есть вот эти три вещи, которые вы читали, да, то есть дисциплина желания, то есть физика, потом она приводит нас к добродетелям и так далее. И вопрос, как нам познавать реальность, как нам понимать нашу мораль, и как нам познавать мир. Вот и здесь вопрос к вам, индивидуально, к каждому. То есть как вы познаёте этот мир, как вы его описываете. Я сейчас увеличу. Я себе описал, что, ну типа реальность, я точно воспринимаю, с одной стороны, через роли. С другой стороны, я её воспринимаю через концепты, в которых я живу. Концепт, как я себе определил. Концепт – это идея плюс идея. Ну и плюс может быть десяток идей. И если мы посмотрим на реальность и посмотрим на политику, например, мы скажем, что может быть политика концептом, и она может состоять из ряда идей или демократия например она может быть концептом состоять из ряда идей и развивая проект кого гуру я себе начал задавать вопросы ну а из каких больших концепций состоит реальность которой мы живем я себе ответил что это политика что это экономика что это религия я сюда добавил еще военное дело если добавил искусство и как эти системы в которых мы живем то есть понимаем ли мы вообще правила по которым они взаим они действуют и большинстве случаев ответ нет но я себе так начал понимаю ли я в экономике я еще хоть как-то в рамках бизнеса в политике вроде как бы общаясь о политике но мы не понимаем как до конца работает политика что такое политика а какие задачи политики а понимают ли эти задачи современные политики что такое украинская политика ну то есть там много много слоев возникает если мы говорим про религию то же самое живя вроде как бы светском обществе но все равно мы понимаем что типа наше качество характера часто не диктуется и проходят через религию но невозможно это сейчас немножко становится слабее но все равно это формируется и связано с этим то есть в какой религии в какой семье мы выросли ну то есть и так далее получается это наша реальность ну и наша реальность безусловно формирует еще наше окружение ну и как часто мы ставим под вопрос а какое наше окружение найти кто в нем созидательный кто в нем разрушительный ну то есть проводим ли мы такой анализ и может быть мы еще и добрались к этим вопросам но вот у меня есть большое сомнение к большинству людей что не проводится такой анализ и мне кажется что если бы каждый проводил анализ такого уровня тогда бы он понимал что есть риск что ты не попадешь в какое-то окружение то есть пока почему то и потому что ты это окружение разрушаешь и там общаясь о бизнесе мне кажется типа там увольнение всегда она сложная процесс но нам на бизнес можно посмотреть как на систему да и в системе есть элементы которые между собой взаимодействует эта система должна развиваться но она как машина должна ехать если есть система с спущенным колесом или спущенное колесо логично его заменить но здесь вопрос вот к человеку то есть он в этой системе как спущенное колесо или как нормальное накаченное колесо но и здесь вопрос ко всем и к владельцам и к управленцам и ко всем людям которые в нем работают ну то есть поэтому окружение в данном случае важно я бы но к действиям здесь здесь это же типа как определенные практики до понимания что для такой реальность вот обратная связь второй момент мы все живем в наших мыльных пузырях то есть я не знаю мне кажется голосование показала то есть одни живут в одном мыльном пузыре до который называется 73 процента второй мыльный пузырь там я не знаю 20 процентов да и каким-то образом они почти не встречаются и все думают что их окружение типа должно за одного проголосовать а второй за другого то есть ну и это же реальность да и получается что какой-то удивительно это типа очень там не знаю простой и понятно вот это померили и показали что мы в этих пузырях живем а что происходит на других уровнях ну то есть часто ли мы там заходим социальные среды с которых мы не находимся то есть это же наша страна которая принимает решения или в бизнесе который по-другому работает и взаимодействует но или культура которая совершенно другая и другое понимание то есть здесь еще можно добавить типа это заходить в другие пузыри ну или как информационные и и расширять свою реальность пойти ну и этот вопрос к дискурсу общему то есть а способны ли мы заходить в диалог ну или в дискуссию с людьми у которых другая позиция и правильно обосновывать эту позицию свою позицию и выслушивать позицию других умеют ли они это делать дальше если двигаться к действиям то есть мы здесь говорили про наши добродетели мы говорили про наши ценности и мы еще когда обсуждали добродетели обсуждали типа какие-то мыслительные эксперименты которые показывают как мы действуем да мы добрались с олегом хамой ну так как мы добрались он нас подвел а где граница нашей морали потому что если мы сделаем мораль безграничную то есть вот мы взяли одну какую-то мораль и говорим что типа вот только так ну тогда мы можем превратиться ну типа в человека который будет делать ну самые ужасные вещи в определенных моментах то есть можем превращаться в какие-то геноциды и так далее то есть мы когда переходим к ну типа каким-то границам своей морали то есть мы должны понимать что эта граница есть и мы ее можем переступить ну и мне кажется что здесь вопрос вот убийства да то есть наверняка все скажут что наша граница морали что мы никогда никого ну типа не мы не убиваем никого но где граница морали не убей то есть она до конца идет когда прямая угроза нашей жизни и мы эту границу не перейдем или все-таки эта граница есть но для меня это был определенный вызов то есть я вроде говорил что эти по не ворую я говорил что эти по не убиваю и это вроде так и есть а потом когда я задал вопросы когда картинки с гугла копирует что ну типа и и и и это хоть хоть как-то осознаю есть вещи которые вообще же не осознаю или там граница морали не убей то есть а когда тебе будет идти прямая угроза твоей жизни же переступишь или не переступишь и вот вопрос понимания этих границ и потом вопрос познания то есть как мы познаем все например для себя определил что момент позна вопрос познания то есть это работа с экспертами и попытка от них брать информацию второй момент познания это рефлексия когда я даю себе обратную связь или собираю с других людей потом один из направлений это активное чтение то есть когда ты углубляешься в важную книгу определенным образом что не просто быстро пробежал а углубился ну и следующий шаг то есть это будущее и вот в будущем если этот весь концепт сводить теперь к чему-то все что мы обсудили наше будущее можно привести к современном мире говорят слова миссия в мире наверное религиозно можно сказать что есть предназначение можно сказать что есть сверх цель но здесь вопрос что если мы говорим предназначение то есть это кем-то предназначено ну а кем-то то есть это говорится о том что кем-то свыше выше нас поэтому предназначение нанесет какой-то религиозный контекст в данном случае и вот что что я здесь вижу и как с этим работать если мы посмотрим на самопознание посмотрим на свои желания посмотрим на свои таланты посмотрим потом на миссию или предназначение которое мы сформируем для себя это будет наш туннель внимания и этот туннель внимания будет направлен в наше будущее там и что самое ценное у нас есть это по сути то как мы работаем с нашим вниманием наш современный мир это мир информационного мусора который в нас все вбрасывают очень активно и как расставить вот эти границы ну и чтобы в наше сознание не пускать этот информационный мусор и свое внимание не забирать получается что у нас есть вот эта сверх цель мы говорили про нашу волю в украинском слове то есть в русском есть намерение да такое слово и движение в намерении в украинском я пытался слово воли не перевести как-то это связать вот мне кажется что слово воли не в украинском оно может интересно играть в этой связке то есть когда если посмотреть на волю то есть это определенное направленное действие какой-то цели если эта цель может быть большой очень то есть целью жизни сверх целью мы применяем нашу волю чтобы держать фокус внимания на этой цели и когда мы заходим в реальность начинаем делать ее реконструкцию благодаря нашему мышлению ну то есть мы видим нашу цель мы вокруг цели начинаем разворачивать эту реальность и на потом начинаем с ней взаимодействовать и для реконструкции этой реальности нам даны такие вещи как культура которая нам одевает на нас какой-то каркас цивилизационный что мы там не убиваем и так далее культура нам подсказывает что есть какие-то определенные добродетели и то есть этот концепт сводится к тому что было бы классно найти свое предназначение этот поиск явно делается не один день из-за расы нельзя его ответить и он проверяется через свои внутренние ощущения читая у акунина есть такая книга аристономия никто не читал у него есть определение предназначения как реализация максимально качественная реализация своего таланта то есть если мы находим свой талант ну то есть наше предназначение его максимально реализовать это может быть ну то есть философии которые мы изучаем то есть это быть счастливым да и достигнуть определенного состояния и мы с вами попробуем зайти в мир в котором мы попробуем понимать реальность благодаря стоицизму попробуем понять определенную мораль как мы действуем ну и посмотреть на познание мы это будем немножко расширять то есть я предлагаю не только останавливаться на книге как быть стойком я вам в эту читанку уже добавил текст из пьера до еще таки античной философии то есть и там есть небольшой раздел про стоицизм вот и этот раздел ну то есть очень понятным языком рассказывает а что такое стоицизм ну и мы таким образом будем видеть разные точки зрения ну они между собой похожи но они друг друга дополняют у нас рисуется более объективно объемная картинка что я предлагаю то есть важный момент все здесь не выходную не выступаю в роли эксперта классического то есть я не философ с каким-то огромным бэкграундом академическим я не могу рассказать стоицизм так как это может сделать все эксперты которые приходят такие как андрей боместер олег хама тарас лютый но все что они рассказывают здесь было бы важно использовать каким-то образом на практике то есть и все что существует то есть мы взяли загрузили какую-то информацию свое сознание дальше в свое подсознание и мы выходим начинаем действовать в реальном мире у меня есть предложение пробовать типа двигаться и практиковать то есть стоицизм это вещь которую можно проверять на практике я это как в обязательной форме ни от кого требовать понятное дело не могу ну и кто-то пришел с разными задачами кто-то пришел просто познакомиться со стоицизмом и понять что это такое а кто-то пришел уже зная что такое стоицизм но возможно решить какие-то задачи другие что я предлагаю у нас есть такой параметр как написание с это наш финал и мы с и пишем на разные темы но для этого курса я подобрал тему с как мое мировоззрение и я предлагаю вам это с написать но начать его писать уже сегодня условно говоря потому что из моих практик все пишут эссе мое мировоззрение за два дня до то есть это процесс который может длиться очень длинный период времени и месяц и как я вижу чтобы направить наше мировоззрение в какое-то благоприятное русло нужно подумать о вот этой цели часто об этой цели боятся думать почему как я вижу потому что люди боятся поставить цель и потом через 20 лет отказаться что это была не моя цель ну типа в предназначение выбрал неправильно и прошел как-то мимо но во первых это сознательная уже работа если мы это не сделаем сознательно ну то есть нам цель поставит кто-то другой и мы будем эту цель реализовывать подсознательно второй момент если мы ошиблись и мы почувствовали что-то по-другому всегда есть возможность ее поменять и поступить каким-то другим путем конечно не нужно менять цели каждый день это типа будет странная вещь но попробовать это прояснить для себя но типа зачем я вообще все делаю то есть зачем я просыпаюсь зачем я иду на работу зачем я зарабатываю деньги зачем я еду не знаю германию путешествовать зачем у меня есть дети зачем мне нужна семья какие мои взаимодействия с родителями ну и так далее то есть вопросов здесь можно задать огромное количество и попробовать это свести к чему-то одному ну или не знаю двум может кто-то на одном кому-то сложно будет остановиться кто-то попробует остановиться на большом количестве и вот эти дневники это как инструмент работы над собой что я еще предлагаю попробовать то есть первое это эссе мое мировоззрение я предлагаю сделать так чтобы мы это эссе написали так чтобы мы вы могли потом обсудить вместе на последнем занятии если конечно кто-то доберется до каких-то глубин которые он показывать не может ну так и скажете ну и там или просто не отправите и никто его читать не будет но есть предложение чтобы мы смогли его написать и смогли его обсудить то есть это не какой-то глубокий психоанализ или еще что то то есть эта попытка разложила разложить себя на какие-то понятные вещи то есть как я вижу реальность и что для меня реальность с как я действую в этой реальности как я познаю эту реальность и мы тогда сможем условно дать друг другу обратную связь еще две вещи если мы говорим про стоицизм он говорит про такое понятие как добродетели или про качество характера эти качества характера проверяются на практике то есть если сказать что я мужественный или я умеренный а потом выйти в реальный мир и делать все не мужественно и неумеренно но это типа как интеллектуальная фикция которая наверное мне будет приятно походить по кому-то порассказывать но если мы с вами зайдем в какое-то общее дело я вам приду скажу что я такой такой ну в общем это будет внутренний самообман определенный потому что я тоже не знаю какой я но и у меня есть предложение попробовать это это последнее задание а к этому добавить две вещи по две какие-то практики которые вы выберете это тоже добровольная штука но первую практику я вам хочу попробовать предложить то есть попробовать подписать дневник в какой-то из любых форм с интенсивностью может не каждый день но выберите себя но несколько раз в неделю так точно для того чтобы ответить на вот эти вопросы там самопознание то есть кто я есть потому что если мы хотим поработать с философией то есть со стоицизмом то есть она нам эти вопросы перед собой ставит если мы на эти вопросы не ответим как мы можем взаимодействовать с миром как мы можем взаимодействовать с реальностью как мы можем ее познавать и на фоне всего этого мы будем читать книгу как быть стоиком мы прочитаем три основных раздела и местами я буду добавлять еще другие тексты то есть мы там познакомились текстом марка аврелия потом пишет например такими афоризмами как мы прочитали у него все книги состоят из таких афоризмов там нету какой-то общей темы дальше мы познакомимся с пиром а до который хорошо описывает стоицизм и философию еще книга лежит на столе как решают проблемы сильные люди у нас был казус в офисе подходят не человек говорит у вас есть книга как решают проблемы сильные люди а если у вас книга как решают проблемы слабые люди я подумал что это очень крутой вопрос то есть сильные это понятно что они их решают а как решают слабые люди если у нас есть какая-то слабость вот то есть я еще оттуда возьму часть текста ну и может быть еще на фоне будут какие-то книги есть еще один интересный словарь который тоже нас может погрузить в стоицизм но посмотрю я вот по поводу него крайне не уверен что вы нужно добавлять в наш курс но будем увидеть как мы двигаемся по книгам это что то что то что у нас здесь происходит это ответственность каждого из нас потому что если мы будем читать и будем делать но то есть нас будут inside если мы не будем читать там погружаться в тему ну то есть у нас этих инсайтов не будет ну и следовательно там добавлять какие-то другие тексты более сложные но будет бессмыслено Вторая практика – это привести пример каких-то переговоров или каких-то действий на основании выборителя, правильно? Вторая практика? Да. Вы знаете, я со второй практикой по-разному очень работал. Ну, то есть, например, если сказать, мне важно качество, например, ответственности. И я в себе его пытаюсь активно развивать, потому что понимаю, что местами с этим есть проблемы. Ну, мне, наверное, покажите человеку, у которого с этим проблем нету. Это будет какой-то идеальный человек, ну, для меня, по крайней мере. Если это качество характера, оно важно, ну, то есть, его можно поставить как приоритетно и попробовать для себя определить, то есть, то, с чем мы работаем, терминология. Да, что такое счастье? Я хочу быть счастливым. Или я хочу быть ответственным. Или я хочу быть мужественным. А где границы мужества? И что такое мужество? Вот ответить себе на этот вопрос и потом с этим качеством поработать. То есть, например, ну, я бы попробовал призывать. Ну, переговоры, как практика, она хороша. То есть, тут вопрос, какое качество и сколько переговоров и как активно можно заходить в анализ себя. А можно попробовать выписать качество. Я вам отправлю. Есть. Кто не читал автобиографию Бенджамина Франклина? Нет? Ну, то есть, он рассказывает о своем пути и он там выписал 13 принципов, ну, можно сказать, качеств, да, с которыми он работал и которые он придерживался на протяжении жизни. Ну, то есть, это может быть как пример. И вот одна, например, практика – это попробовать вести себя в правило написания дневника. Ну, то есть, это определенная дисциплинарная вещь. Вторая – выполнять какую-то обязанность. Можно сказать, что для кого-то по утрам делать зарядку, ну, типа, это сложная вещь. Нужно себя заставить это делать. И это же тренировка определенного характера. Для кого-то это, типа, обычное дело. Для кого-то, не знаю, бросить курить. Для кого-то сдерживаться в разговорах. Как я понял, у вас запрос, да? Или как, принимать другую точку зрения. Не сдерживаться в разговорах, а принимать другую точку зрения. Я с вами очень нурно. Это же неплохо. Вот. Ну, примеров здесь может быть... Какое-то самое слабое добродетельство. Ну, я бы сказал... Важную, с которой есть смысл поработать сейчас. Что есть вероятность достижения результата за месяц, да, что мы здесь будем общаться. Ну, и что у вас есть желание ее хотя бы открыть, ну, и потом рассказать. Можно даже, ну, как бы не открывать. Но, типа, сказать, что окей, я работаю. И потом попробовать описывать этот процесс движения. Ну, то есть, что, как, сложно, несложно. Ну, и здесь уже мы можем выходить и говорить, что, если возвращаться к стоицизму, да, что мы выходим на уровень работы разума. То есть мы начинаем работать с нашей волей, что у нас есть свобода воли. То есть мы способны принимать внутренние решения, идти этим путем или не идти. Ну, и каким путем вы идете, ну, вы же сами выберете для себя. Ну, типа, да, в определенном коридоре, который я вам предлагаю. Я бы еще предложил, то есть это не все, что я хотел, это на самом-то деле был не такой большой кусок, как у нас получился. Я еще хочу от вас услышать, то есть вы прочитали Масиму Пилючу две части. Да, вторую главу и последнюю часть. Я всегда, когда дочитывал, ну, не всегда, а когда я первый раз дочитал эту книгу, я не понял, зачем он поставил в конец эти все линдские школы, ну, то есть почему их вначале нету, то есть было бы классно понимать структуру. Я хочу предложить нам всем по очереди сказать, кто что вынес с этого текста, как его увидел, чтобы у нас появилась такая объемная картина с попыткой, может быть, дополнить. А, еще один момент, который я, когда я начал говорить про внимание, это как я поделюсь своим опытом, я к нему не призываю, но очень мне всегда хочется им делиться. То есть я был огромным скептиком медитации и, ну, типа до конца, ну, считал, что это, типа, какая-то штука религиозная, которая пришла к нам с Востока. Она в глубинном понимании где-то такой и есть, но у нее есть очень важный, такой практически утилитарный элемент. То есть если зайти в правильную медитацию, выбрать ее для себя, возможно, даже во все медитации, не знаю, я со всеми не знаком. То есть она помогает работать со своим вниманием. То есть то, которое я начал пробовать и активно работаю с ней, то есть это когда вы начинаете медитировать, вы стараетесь сфокусировать свое внимание на фразе определенной. Ну и таким образом вы работаете со своим вниманием и вы оттачиваете свое внимание, что ваше сознание или подсознание всегда возвращает вас к этой фразе. Если вам такая история интересна, ну, то есть вы можете попробовать со своим окружением пообщаться и понять, я могу вам посоветовать того учителя, можно сказать, или эксперта, с которым я взаимодействовал, ну, который меня научил этому. Ну и мне кажется, что вот этот навык медитации для того, чтобы фокусировать свое внимание, то есть он как бы богатый и достаточно практичный. Но от него результат идет где-то через месяцев 5-6. То есть это не быстрый. Я никогда не спрашиваю про такую практику. То есть у нас... Скажите, прав или нет, что медитации все объединены тем, что это концентрация на фокусировке. Ну, я просто вот не готов сказать, что это все, потому что я не... Ну, все, что я видел, концентрированы на фокусировке. Как выбирать фразу? Это может быть что угодно. Это говорит человек, который вас учит медитации. Ну, то есть это есть разные формы медитации. Есть медитация на звуки, вы не выбираете. Ну, там, есть медитация на объекте. То есть вы объект выбираете, или вам его дают. Есть медитация на фразе. Ну, то есть фразу вам дают, например. Ну, и рассказывать там, типа, какие в состояние заходить можно. Почему мне не изменилось, что это связано с людьми? Это не изменилось. Почему не изменилось? А, ну, потому что... Я занимаюсь с учителем, ну, то есть давал возможность заходить в философию восточную, ну, и где-то давал возможность заходить в какие-то вещи, ну, такие религиозные, то есть для того, чтобы понимать хоть чуть-чуть, о чем это. Ну, и вся основа, она все равно... Ну, то есть... Ну, то есть... Ну, то есть... Ну, то есть... Ну, и как... Мне кажется, его большое достоинство, что он это может разделить. И если ему сказать, что, типа, мы туда не идем, мы туда не идем. А можно сказать, давай поговорим об этом. Ну, и здесь же, общаясь в западной философии, здесь же несложно зайти в религию. То есть это же один шаг. А, заходя в религию, можно дойти до молитв. Ну, и молитвы можно посмотреть, типа, молитва, не знаю, там, против убийства, ради новой машины либо ради нового дома. Ну, а есть как молитва, как погружение, ну, типа, какое-то трансцендентное состояние. Ну, как молитва-то и задумывалась вначале. Вот. И когда я начал, ну, типа, заходить в философию, а потом где-то пробовать понятие, что такое религия, ну, чтобы не было вот этого внутреннего отвращения, ну, которое у нас часто возникает, да, когда мы видим батюшек, машины, ну, и весь этот орёл, который создан вокруг религии. Ну, то есть, как увидеть в религии что-то хорошее. Ну, и оно, для меня это, типа, вот есть одна философия, там, восточная, и возникают какие-то практики, там, есть религия, ну, там, или как, есть религия, которая перерастает в философию, философия в религию, потом появляются какие-то практики. То же самое и западные. Если почитать мыслителей и западных, и восточных, ну, там есть какие-то базовые настройки, которые отличаются, ну, много очень похожих вещей. В том же христианстве есть, там, сихразм, тот же, который, там, практиковали тоже медитацию, но понимали совсем другое, что дает в религии, именно как практика внутри религиоза. То есть, это разное тоже понимание внутри этих систем. Ну, как, живя в современном обществе, имеется слой стекулярного общества, ну, то есть, длительное время вообще отрицая этот феномен, сейчас я себе понимаю, там, это немножко по-другому и понимаю важность религиозного, там, мышления, которое формировалось в какое-то время, то есть, оно дало возможность, там, сформировать современный мир. Сейчас, оно местами, это тормозит наш мир, да, но все равно ставит какие-то границы, определенные, за которые заходить не стоит. Ну, в общем, эти все грани очень тонкие, и для того, чтобы понять себя, и понять этот мир, но все равно, мы можем говорить, что мы вне религии, вне политики, вне экономики, но все равно мы все в этом. Но если мы это отрицаем, это не говорит о том, что оно на нас не влияет, оно на нас влияет максимально. Просто мы это не хотим видеть, ну, и не видим, ну, и типа искаженная картина. Ну, я думаю, что здесь еще, если там обобщать, можно просто посмотреть, типа, как философия видит мир, да, то есть, на их деле, это вот на третьих параметрах, реальность, действие, познание. И вот, прояснить, по сути, свою этику, да, мы, когда заканчивали добродетели, было очень хорошо сказано, Андреем Белмейстером, что этика, это теория морали, а мораль, это практика этики. Ну, то есть, по сути, то, как мы практикуем наши действия в реальном мире. И вот, здесь вопрос, как мы практикуем в реальном мире, ну, то есть, как мы действуем. И попробовать описать, это же может быть своя личная философия, то есть, имени Ольги, имени Аврея, имени Игоря. Но, отсюда можно вынести, что люди этот вопрос поднимали, и они этот описали в определенной форме. И это можно взять для себя, и описать свою философию, ну, чтобы она была целостной, чтобы она закрывала, давала вам ответы, как вам поступать в той или иной ситуации. Ну, и заходить во множество этих ситуаций. И, я задавал себе вопрос часто, типа, те люди, которые проходят сложности в жизни, ну, то есть, почему они духом сильнее, чем те, которые такие сложности не проходят. Ну, и мне кажется, что если мы пройдем ряд сложностей, ну, то есть, мы будем себя закалять. Если мы сложности не будем проходить, ну, то есть, мы себя не будем закалять, морально-этически, то есть, мы себя не проверим. Если мы, как мы себя поведем в такой ситуации, как мы поведем себя в такой ситуации, как мы поведем себя в такой ситуации. Вот, и чем больше практик в нашей жизни, тем больше для нас будет проясненное, но нам нужно осознавать. И вот этот наш курс и чтение книги, то есть это с одной стороны посмотреть на теорию, как это видят Массима Пилючча и другие авторы, а с другой стороны посмотреть и попробовать описать свою теорию, опираясь на то, что я рассказал. Вот так. В читанках у вас еще есть «Как писать эссе» два текста. То есть один текст, который говорит о важности и на что влияет эссе, а второй «Как пишется эссе». Еще есть один текст о том, что такое метафорическое мышление, вы тоже его почитайте. Ну и текст по поводу дневников, то есть как я это вижу. Какой отмел ты сделал? Ограничений здесь нету, но я бы советовал попытаться это сделать не больше 15 страниц. Страница... А я не знаю. Но я бы сказал, полуторный интервал, 12-й шрифт, то 15-й страниц. Вы попробуете зайти в этот процесс, вот написать, что такое мир... Да, и я предполагаю, что может не хватить. Сначала, как у меня было, типа запрос написать теорию, как писать эссе о моем мировоззрении. Ну и общаясь с ребятами, с которыми мы здесь встречаемся, это удивительная способность нашего мозга, то есть которая бессознательно проявляется, что мы сначала создаем теорию, а потом начинаем эту теорию. И бывает такое, что описав теорию, как мы это делаем, мы тоже считаем, что мы это описали. Ну, типа, если вы поймете, как вы хотите описать, не опираясь на это или даже опираясь, вот опишите, как я действую, то есть как я познаю, вот именно, конкретно. И когда вы начнете разговаривать с собой в эссе, типа, как я познаю, ну, это, наверное, минимум 5 страниц будет. То есть как я действую, ну, типа, какие мои принципы и так далее. Это что же будет? Ну, я не знаю, типа, это надо постараться, чтобы принципы свои описать в 5 страниц. Ну, а потом, если мы умножим эти 15 страниц на 11 эссе, если все напишут, это будет 150 чтива, ну, каждому из нас. Ну, и желательно... Ну, вы можете анонимное написать, ну, как бы я, как минимум, буду знать, что-то не анонимное. Я бы здесь предлагал анонимное не писать, потому что, ну, если мы будем сидеть и обсуждать, и одно будет анонимное, ну... Ну, если мы хотим поговорить о том, как мы видим мировоззрение, что это такое, применить каким-то образом стаицизм, ну, анонимность здесь не самый лучший вариант. Я понял, извините. Ну, я вроде рассказал все, надеюсь. Ну, то есть и еще один акцент, который я хочу сказать. Важный момент, что от того, как мы проработаем, ну, будет зависеть от того, как мы будем общаться здесь. То есть и в следующие разы я рассказывать почти ничего не буду, то есть мы будем максимально общаться. и практика того, как мы выражаем нашу мысль в устной форме, это развитие нашего мышления. Сможем ли мы выразить мысль, которую мы прочитали, и выразить качественно? Если мы это сделаем 10 раз здесь, ну, мы попрактиковались. Если мы побоимся выражать свою мысль, мы не попрактиковались. Ну, то есть мы зря... Ну, как бы мы пришли, послушали, наверное, не зря, но эффективность может быть выше. Если мы плохо прочитали, мы типа мысль не связали. Ну, и вот этот момент. То есть мы делаем анализ дома, и потом пытаемся синтезировать выводы, но и здесь мы даем, по сути, синтез и нашу определенную оценку. Ну, и мы здесь видим, что есть разные оценки, да? Кто-то для изучения, кто-то говорит про практику, ну, то есть и так далее. Поэтому от каждого из нас зависит то, как мы двигаемся. А тут же по-другому невозможно. Вы меня создали одну книгу, а вы дали эти лекции, как бы вы там говорили? Ну, смотрите, я создам файл, то есть в файле те лекции, которые мы здесь озвучиваем, они будут... Я туда буду их добавлять, и вы сможете их просматривать. То есть будут задания на следующий раз, то есть что читать... Потому что это было первым по мировоззрению, но там же есть театр, это подказм. Да, я добавлю там, например, рождение дисциплинарной Европы, лекции, которые можно посмотреть. То есть будут лекции, которые важно, ну, нужно смотреть на следующий раз, на следующие разы, а будут просто рекомендованные вещи, которые мы вспоминаем здесь, и которые можно дополнительно просматривать. Акцент, который я сейчас ставлю, старайтесь текст читать два раза. То есть это важно. Сначала вы первый раз знакомитесь, по сути, с структурой, с мыслью, а второй раз вы читаете, вы понимаете, о чем на самом-то деле может быть, хотя бы сказать автор. В первый раз это очень сложно вытащить. Поехали. Поехали. Продолжение следует...